Новосибирск Сегодня детей начали принимать в первые классы. До 30 июня подать документы в школу могут те, кто зарегистрирован и проживает на закрепленной за школами и гимназиями территории. Мест хватит всем. Часть образовательных учреждений, когда увидели вот этот, так скажем, сегодняшний поток родителей, желающих попасть в ту или иную школу, именно таким путем и пошли. То есть, если изначально, допустим, какая-то организация планировала открыть пять первых классов и увидев количество детей и заявлений, которые на обеденное время уже было в учреждении, то есть они понимают, что необходимо открывать дополнительные классы. Дополнительные классы могут открыть только в тех школах, где это возможно. Если желающих окажется больше, то родители должны обратиться в районный отдел образования. Там подберут подходящий вариант. А с 1 июля заявление можно будет подать в любую школу при наличии свободных мест. В этом году в первые классы планируют набрать около 20 тысяч детей. А документы можно подать и через портал госуслуг. Больше половины дворов от снега очистили. О проделанной работе управляющие организации докладывают ежедневно. Не забывают скидывать снег из крыш. Задача – очистить их к 10 марта. Чтобы быстрее вывести снег из дворов и улиц частного сектора, в городе второй раз за зиму ввели режим чрезвычайной ситуации. Насколько сильным будет паводок, расскажет Александр Вяткин. Городские власти призывают управляющие организации не затягивать и уже начинать вывоз снега со дворов. В этом году осадки обильные. Яркий пример этому – вот этот двор 26-го дома по улице Сибиряков-Гвардейцев. Здесь масштаб проблемы можно увидеть по размерам сугробов. Если с вывозом снега затянуть, весной подвал многоквартирного дома может попросту затопить. Из 8 тысяч дворов до асфальта очищено больше 4,5 тысяч. С придомовых территорий вывезли 100 с лишним тысяч кубометров снега. Это работа управляющих организаций с начала января под особым контролем. Ежедневно в режиме онлайн, через администрации районов, абсолютно со всеми управляющими организациями ТСЖ, ТСН имеем информацию как о планах по уборке внутридомовых территорий на день, так и результатах проведенной уборки. Снег убирают не только земли. Управляющим компаниям поставлена задача. 10 марта, когда начнутся затяжные оттепели, снега на крышах быть не должно. Уже полностью очищено полторы тысячи кровель. Отчетность как в армии, да и кроме как войной с угробами это назвать нельзя. Для победы над снегом в городе второй раз введен режим чрезвычайной ситуации. В частности, чтобы привлечь дополнительные силы к уборке частного сектора и дворов. Необходимо было привлекать дополнительные силы и средства. Для того, чтобы их привлечь оперативно и обеспечить работу всех этих служб, было принято решение для введения режима чрезвычайной ситуации на территории города. Если обычные процедуры, то мы бы смогли где-то в марте-апреле. Но деньги нужны сейчас. В апреле будет уже поздно. Спешка из-за колоссального количества снега. По самым скромным подсчетам, осадков выпало в разы больше нормы. Эта зима входит в тройку самых снежных. За всю историю наблюдений гидрометцентра. Вывезено снега с уличной дорожной сети уже больше 2,5 миллионов кубометров. Это и дворовые территории. Если сравнивать с прошлым годом, в это же время с города было вывезено снега где-то порядка 900 тысяч кубометров. Чтобы город не затопило, делают все возможное. А вот весеннее половодие, как и затопление дачных участков, остановить невозможно. Точные прогнозы давать пока рано, говорят метеорологи. На половодие влияет слишком много факторов. Максимальные уровни района Новосибирска могут быть в интервале 370-420 сантиметров. При норме 405. Напомню, что у нас город топит при 5 метрах, а дачи Первомайские и Советские топят 360 сантиметров. То есть максимально дачные участки могут уйти под воду на 60 сантиметров. Более точный прогноз синоптики и гидрологи дадут только в марте. И самый главный фактор, который влияет на половодье, насколько резким будет потепление весной и как быстро будет таять снег в горах Алтая. Его там, кстати, еще больше, чем в Новосибирской области. Чтобы обезопасить жителей, спасатели готовятся к самому пессимистичному сценарию развития событий. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Стратегией развития общественного транспорта займется специальная аналитическая группа. Это итог работы второй дискуссионной площадки проекта «Городские приоритеты». В группу войдут специалисты, которые будут анализировать и общественное мнение, и градостроительную политику, и другие данные. Тему продолжит Михаил Якимов. Почти две тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев сегодня возят новосибирцев по городским маршрутам. Контролировать такую обширную сеть с таким количеством транспорта непросто. Но это прямая обязанность городских властей. Мнений о том, как решить тот или иной вопрос, немало. На дискуссионной площадке проекта «Городские приоритеты» устроили мозговой штурм. Хотелось бы получить обратную связь, получить бы мнение новосибирца. Может, что-то подскажут. Безусловно, спорные моменты есть, и ситуация непростая в транспортной сфере. Развивать Новосибирск без транспорта невозможно. Город большой. На дискуссионной площадке выступают эксперты. Некоторые уверены, что сегодня градостроительная и транспортная политика недостаточно согласованы. Город растет, появляются новые жилмассивы. А вот дорожная инфраструктура отстает. В час пик на выезде из спальных районов образуются пробки. Поскольку последние, скажем так, 10-15 лет эти сферы развития были оторваны друг от друга, и, скажем так, система общественного транспорта практически не развивалась, а был отдан рынок на откуп коммерческим перевозчикам, которые главную целью имеют зарабатывание денег, а не перевозку пассажиров и обеспечение транспортной доступности, то сегодня возникли те проблемы, которые налицо. Сегодня 76% наземного транспорта принадлежит коммерческим предприятиям, чья работа нередко вызывает нарекания. Поэтому в городе намерены изменить принцип взаимоотношений с частными перевозчиками, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров. Решением в данной ситуации будет система муниципального заказа. Мы видим просто погоню за пассажиром. Это автоматически накладывает отпечаток на всю организацию культуры обслуживания. Что такое муниципальный заказ? Муниципальный заказ – это когда не пассажир платит перевозчику, а когда муниципалитет нанимает перевозчика для осуществления перевозки по тому или иному маршруту. При переходе на такой принцип работы и фиксированную оплату водителям не нужно будет долго стоять на остановках, чтобы забрать больше пассажиров и получить больше денег. Но нужно не только развивать общественный транспорт. Приоритетная задача сейчас – стимулировать автовладельцев, чтобы они отказались от личного транспорта в пользу общественного. Особенно для поездок в центр. Здесь порой даже негде припарковаться. Эксперт из столицы предлагает сибирякам пересаживаться на велосипеды. Велодорожки не предшествуют велопрокату, они развиваются параллельно с ним. Заваливаются поребрики, улучшается тротуар. Люди привыкают к тому, что велосипеды присутствуют как на дорогах, так и рядом с ними. Повышается безопасность. После экспертов свое мнение высказывают новосибирцы, которые предлагают обратить внимание на локальные проблемы. Итогом дискуссии стало решение мэра. Анатолий Локоть предложил создать аналитическую группу по развитию городского общественного транспорта. В нее войдут специалисты, которые разработают стратегию развития. В основу лягут пожелания новосибирцев и градостроительная политика. Михаил Якимов, Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Плата за общедомовые нужды существенно не изменится для большинства многоквартирных домов. Об этом рассказал начальник областной жилищной инспекции, комментируя новые принципы начисления ОДН. По словам Евгения Пономарева, сами нормативы пока останутся прежними, но их обязаны пересмотреть во всех регионах до 1 июня. Причем сейчас непонятно, увеличатся они в Новосибирской области или уменьшатся. В ближайшие дни собственники получат квитанции нового образца, где ОДН по воде и электричеству отнесены к жилищным услугам. И главное, теперь за расход сверхнормативов обязаны платить управляющие организации. А значит, теперь им будет выгоднее установить общедомовые счетчики за свой счет, чем оплачивать перерасход ресурсов. Ситуация очень простая. Собственник, проживающий в доме, оплачивает именно те услуги, которые получает, и те ресурсы, которые тратятся на эти услуги. А тот дисбаланс, который возникает, из-за чего он возникает? Резиновые квартиры, прописанные и не проживающие, проживающие и не прописанные, постоянные перерасчеты за временно отсутствующих, магнитики на приборах учета, некорректная подача данных несвоевременная. Все теперь проблемы управляющей организации. В ГЖИ подсчитали, сколько в среднем платят сегодня за ОДН жители различных домов. Так, например, в двухэтажках это около 44 копеек за каждый квадратный метр общего имущества. В Крущевках – полтора рубля, в девятиэтажках – два с половиной. В доме на улице Забалуева завершают ремонт квартиры, где большими кусками отвалилась штукатурка. Обрушение произошло в тот момент, когда сотрудники управляющей компании ремонтировали чердачные перекрытия. К счастью, никто не пострадал. А ремонт квартиры сделают в кратчайшие сроки, в этом убедилась Анна Гурьянова. Екатерина Иванова сейчас со смехом вспоминает происшествие. Сначала набух натяжной потолок. Спустя несколько часов пленка не выдержала и лопнула под тяжестью штукатурки. Это только выглядело страшно, а угрозы не представляло. Дети, наоборот, здесь бегали и смотрели. Это все, как это. Мы тоже хотим. Их выгнали на кухне. Я на кухне с ними сидела, когда друзья это все видео снимали. Дом номер 43 на улице Забалуева построили более полувека назад. Капитальный ремонт крыши не проводили ни разу. К тому же была нарушена технология при строительстве. На балки уложили шлак. Он притягивает влагу. Из-за этого чердачные перекрытия начали разрушаться. Обнаружили это во время ремонтных работ. Как обычно бывает в таких случаях, когда дома старые, начинаешь ремонтировать в одном месте, пошел-пошел дальше, и разрушение там находится. Там знили балки, там знили. И на 15-й квартире тоже было обнаружено. И как раз работник там работал, штукатурка ослоилась, обрушилась около квадратного метра. А потом начали все это разбирать, все дальше посыпалось. Эксперты говорят, в городе сотни домов с такой проблемой. Но вот парадокс. В федеральную программу капитального ремонта включили кровельные работы, а вот замену перекрытий нет. Получается, что дом обновляют снаружи, а он остается ветхим внутри. Где-то управляющие компании своими силами латают перекрытия, где-то собственники оплачивают их замену. Еще можно получить субсидию от мэрии на ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В этом году в Ленинском районе отремонтируют несколько многоэтажек за счет городского бюджета. Сейчас уже документы проходят в стадии проверки, сметной документации, согласования в департаменте для дальнейшего заключения соглашений и выполнения работы. Поэтому здесь и управляющие компании заинтересованы, и мы заинтересованы. От предложенного районной администрации варианта переезда в маневренный фонд семья Ивановых отказалась. Они решили пожить у знакомых. Ведь ремонт их квартиры завершится уже через несколько дней. Все работы и материалы оплачивает управляющая компания. Кроме обоев и линолеума здесь появится и новый натяжной потолок. На всякий случай. Анна Гурьянова, Данила Смирнов. Новосибирские новости. Еще один район подвел итоги минувшего года. Одним из самых важных достижений в Первомайском считают строительство жилья и социальных объектов, а также поддержку жителей. По итогам года ввели в эксплуатацию более 76 тысяч квадратных метров жилья и порядка 22 тысяч квадратов социально значимых объектов. Кроме того, в прошлом году в новые благоустроенные квартиры переехали около 60 семей из домов, признанных аварийными. Безработных в Первомайском районе стало меньше на 13,5%. Проект одного из самых ожидаемых городских памятников сегодня рассмотрели на художественном совете. На территории зоопарка хотят установить скульптуру его основателя и директора, почетного жителя Новосибирска Ростислава Шила. На эскиз памятника еще летом объявили конкурс. Что решили эксперты, расскажет Станислав Якушевич. Как будет выглядеть памятник Ростиславу Шила, еще только решает руководство зоопарка и общественность. Но место для него уже определено. Стоять он будет вот здесь, на берегу Лебяжьего озера. Место выбрано, конечно, не случайно. Именно обустройству этого озера Ростислав Александрович посвятил долгие годы жизни и очень любил бывать здесь. Пока на месте монумента только закрытый досками фундамент. Его соорудили осенью и законсервировали до наступления тепла. Это место, говорят сотрудники зоопарка, самое удачное. Другой вариант установки памятника, например, перед центральным входом, посчитали неподходящим. Как директор он всегда проводил большую часть времени здесь. Поэтому именно если брать площадку, то именно должен быть на территории зоопарка. На проект памятника объявили конкурс. Свои предложения горожане выкладывали в социальных сетях. Самые интересные эскизы выбрало жюри. На конкурс было прислано более 50 вариантов, многие из которых нарисовали дети. На художественном совете обсуждали эскиз архитектора Сергея Фомина и скульпторов Александра Воронцова и Павла Слободчикова. По их задумке сидеть Ростислав Шило будет на скамейке в беседке на берегу озера. Я думаю, что так бы и хотел Ростислав Александрович, потому что он любил это место. Он как раз и хотел там строить беседку просто там для людей. Поэтому мы уверены всей семьей, что ему бы это понравилось. Проект вызвал горячие споры среди художников и скульпторов. Они озвучили замечания и по технологии изготовления памятника, ведь предполагается использовать бронзу, камень, дерево. Также эксперты считают, что идею памятника нужно проработать детально. Решением художественного совета создадут рабочую группу, которая вместе с членами семьи Ростислава Шило будет и дальше работать над проектом-памятником. Станислав Якушевич, Денис Савинский, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Некоторые стадионы и дворцы спорта в этом году перейдут из федеральной собственности в муниципальную. Изменение статуса позволит заняться ремонтом и реконструкцией. Обновленные стадионы и дворцы смогут принять больше спортсменов. Большая работа будет проведена в вопрос модернизации перехода учреждений, спортивной подготовки в учреждения нового типа. Это огромный пласт работы. Муниципалитеты должны развивать массовый спорт, работу по месту жительства. Сейчас в Новосибирске занимаются спортом 17 тысяч человек. Многие показывают достойные результаты. Так, в прошлом году наши спортсмены завоевали больше двух тысяч медалей российского, европейского и мирового уровней. Одним из главных достижений стали победы новосибирцев на Олимпиаде в Рио. Они завоевали пять медалей. Будьте в курсе всех событий, слушайте радио «Городская волна», частота 101 и 4 FM. Завтра в 6 вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Вечерний разговор» с пресс-секретарем мэра Артемом Роговским. Зам. начальника городского управления по жилищным вопросам Денисом Ковалевым обсудят тему расселения аварийных домов. Кроме того, много полезной и интересной информации на сайте nsknews.info. Там можно узнать, почему в городе стало много снегирей. На этом все. Удачи!